МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президиум Верховного Совета СССР. Указ от 3 июня 1938 года. О разделении Донецкой области УССР на Сталинскую и Ворошиловградскую области. Утвердить постановление Центрального исполнительного комитета Украинской ССР о разделении Донецкой области на Сталинскую и Ворошиловградскую области. Включить в состав Ворошиловградской области города Ворошиловград, Ворошиловск, Красный Луч, Серго и районы В 1937-1938 годах в Советском Союзе проходила очередная административная реформа и было создано большинство современных областей Украины. Ворошлоградская область стала третьей по территории в Украинской республике. Крупнее нее были только Одесская и Венецкая области. В состав Ворошлоградской области вошли 4 города и 28 районов. Численность населения более 1,8 млн человек. Административным центром области стал Ворошлоград. Административный центр не один раз менял свое имя. Так, за три года до образования области в 1935 году историческое название города Луганск сменилось на Ворошлоград. Городу было присвоено имя нашего земляка, маршала Советского Союза Климента Ворошилова. Но перед тем, как получить новое имя и быть достойным жить в городе с именем одного из самых известных наших земляков, горожане решили, как говорится, всем миром передать провинциальному Луганску приличный, чистый, опрятный вид. Так начинался Ворошиловский поход, который проходил под девизом «Смыть с лица города десятилетиями накопленную грязь». И всего лишь за 6-7 месяцев Луганск преобразился улицу болевым мощным булышником, проложенной линией электропередач в городе начал ходить первый трамвай. Были построены 4 школы, машиностроительный колледж, 2-я городская больница, дома для рабочих завода ОР на стандартном городке, а еще было высажено 100 тысяч деревьев и кустарников. Нужно напомнить, что в то время Луганск был первым и единственным городом Украины, награжденным Орденом Красного Знамени. Награждение произошло в 1925 году, и некоторые историки считают, что такое пристальное и особенное внимание к нашему укропу происходило благодаря личному участию Климента Ворошилова. Новорожденная Ворошиловградская область по своему промышленному потенциалу была одной из наиболее развитых областей Украины. Тут были сосредоточены мощные металлургические производства и машиностроительные заводы. На территории области работало 128 шахт, которые в то время выдавали на гора 45% угля Украины. Нужно вспомнить, что в те годы на Донбасс приезжали на заработки люди со всей страны. К тому же Донбасс был овеян романтикой рекорда Алексея Стаханова. Сам шахтер стал человеком-легендой, а его трудовой подвиг имел немало последователей по всей стране. Стахановское движение началось в 1935-м, после того, как имя забойщика шахты «Центральная Ирмина» стало известно в каждом трудовом коллективе Советского Союза. В стране поднялась волна борьбы за высокопродуктивный труд. На странице газет начали появляться улыбающиеся лица героев труда – последователей Алексея Стаханова. Их было немало. Машинист Петр Кривонос, Качихи Мария и Евдокия Виноградовы, Кузнец Александр Бусыгин и многие другие. Не было такой отрасли производства, в которой бы не было стахановцев. Если говорить о стахановском движении, а о нем сегодня очень много говорят, то, конечно же, нужно как достижение отметить новаторскую работу этих передовиков, которые достигли очень серьезных успехов и в добыче угля, и там, где стахановское движение развивалось, по всем отраслям нашего народного хозяйства, там, где они работали. Однако, нужно при этом учитывать, что, во-первых, стахановское движение использовали для того, чтобы ликвидировать отставания в развитии нашей угольной и металлургической промышленности. Во-вторых, нужно учитывать то, что тогда отменили фактически потолок в заработной плате, и стахановцы могли хорошо заработать, и к тому же они получали возможность выйти в люди, учиться, почет и уважение. Это, конечно, нельзя сбрасывать со счетов. Если шахты давали работу жителям области, то в областном центре градообразующим предприятием стал завод имени Октябрьской революции, на котором работало несколько тысяч ворошлавградца. В 30-е годы завод Октябрьской революции был самым крупным заводом по производству паровозов не только в Советском Союзе, но и в Европе. Рабочие поддерживали честь марки и трудились под девизом «Советское должно быть самым лучшим». Советские люди верили и были убеждены, что в стране Совета все должно быть самым лучшим – паровозы, танки, самолеты. Энтузиазм и самоотдача приносили свои результаты. В 28-32 годах прошла коренная реконструкция производства Луганского, на тот же момент Варшилоградского тепловодства, паровозостроительного завода. Он стал самым крупным в Европе. И, естественно, по своему объему производства он стал градообразующим предприятием, которое для провинциального города стало основным на всю оставшуюся жизнь. В те годы с каждым годом увеличивалось количество паровозов. Кроме того, увеличивалось и количество разных паровозов. Конструктивные отличия. Появились самые мощные паровозы ФД и ИС – Феликс Дзержинский и Иосиф Сталин. Они были постаны в 1938 году на выставку в Париж и заняли там первое место, получили золотые медали. Кроме этого, был выпущен теплопаровоз. Был выпущен самый мощный в мире тепловоз «Андреев» мощностью 3700 лошадиных сил. То есть это была пора настоящего расцвета паровозостроения в Советском Союзе, ибо около 80% паровоза выпускали именно у нас. В конце 30-х годов, после долгих лет упадка, начинает активно развиваться стильское хозяйство. В области работают почти тысячи колхозов и машино-тракторных станций. Наиболее успешные и развитые коллективные хозяйства находились на юге Ворошилградской области, в Старобельском, Белокуракинском, Сватовском, Троицком районах. Работа на селе стала более механизированной, что способствовало повышению продуктивности производства. Хотя нужно вспомнить и такой факт недавней истории. В те времена сельское население не имело паспортов, то есть не было возможности покидать село и искать работу в городе. Также колхозники не получали зарплату. Вместо денег им насчитывались трудодни. Продукты питания за трудодни колхозники получали лишь после сбора урожая. А дальше по желанию. Продукты или оставляли на собственные нужды, или продавали государству по сниженным ценам. Безусспорно, что в предвоенные годы были достигнуты серьезные успехи в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Достаточно сказать, что у нас было десятки тысяч крупных промышленных предприятий, более 7 тысяч всего по области. Но многие из них были созданы еще в конце 19-го, начале 20-го века. Конечно, они были в советское время модернизированы. Ну и еще, фактически, наша угольная металлургическая промышленность не выполняла планов все 30-е годы. И только когда в июне 40-го года приняли закон, который фактически военизировал нашу промышленность, нельзя было опоздать на работу, можно было получить срок за это. Нельзя было уволиться с работы, перейти на другую работу. Вот тогда мы сделали определенный рывок в наращивании нашего экономического потенциала. К сожалению, те наши достижения и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в образовании, и в науке сопровождались массовыми политическими репрессиями. Только за 1937-1937 год было репрессировано более 13 тысяч человек. А если взять еще и семьи, которые пострадали, и морально, и физически, то это, конечно, очень серьезный был удар по нашему потенциалу, прежде всего, людскому потенциалу нашей области. На долю поколения 30-х выпало немало испытаний. Революция, потом жестокая, братоубийственная война, страна была измучена и разрушена. И лишь в конце 30-х люди почувствовали, что жизнь начинает налаживаться. Заработала промышленность, наладилось сельскохозяйственное производство, соответственно, стало больше зарплата. Улучшилось медицинское обслуживание, построенные новые больницы, увеличилось количество фельдшерско-акушерских пунктов, были немало успехи и в народном образовании. По всей стране шла кампания по ликвидации неграмотности, было введено обязательное начальное образование. Открывались новые школы, техникумы, профессиональные технические училища. Приглашали студентов на обучение три вуза – педагогический, сельскохозяйственный, машиностроительный. Открывались новые дома культуры, музеи, библиотеки, театры. Но в конце 30-х уже все громче звучало эхо новых военных действий. Всем хорошо известно, что в сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. И международная обстановка серьезно осложнилась. Наращивалась наша Красная Армия, и нужно было снабжать ее продовольствием. Начались локальные конфликты, в которых участвовали и жители нашей области. Это и Хасан, Халхилвол, и это война с Финляндией. И в целом, конечно, накануне войны область, с одной стороны, была крупным промышленным центром, а с другой стороны, такая тревожная военная обстановка требовала мобилизации всех усилий. Это и оборонно-массовая работа, и многое другое, что тогда делалось накануне нападения Германии на Советский Союз. Несмотря на то, что военные действия происходили в непосредственной близости от границ нашей страны, у простых людей, конечно же, была надежда на то, что для них все войны, революции, голод и разруха остались позади. Но ранним июньским утром 1941 года началась новая война. Длительная, жестокая и кровавая. Новое испытание для поколения 30-х. Новое испытание 30-х. Новое испытание 30-х.